Здесь приносил присягу на верность российскому престолу Николай II. В 1945 году во дворце состоялась Ялтинская конференция. А Учинсу-то непростой водопад. Его высота 98,5 метров. Дворец Воронцовых является одним из старейших и самым больших зданий на полуострове. Айпетри называют местом силы. Смотрите сами своими глазами. Продолжение следует... Ливодийский дворец – это летняя южная резиденция российских императоров. Здесь жил не один император российский. И тот вид, который сейчас вы можете наблюдать в этом виде, вот этот весь дворцовый комплекс был построен в 1911 году для Николая II. Точнее, он перестраивал его. Вообще, изначально история этого дворца уходит в 30-е годы 19 века, когда здесь первый владелец этих земель строил здесь дворец для себя. В 1860 году дворец первый, построенный, становится собственностью жены Александра II. И она строит здесь второй дворец. То есть, изначально был один, она строит второй. И его потом называют «малым дворцом». И плюс здесь облагораживают парк. Ну, здесь, естественно, были... И так был кусок земли до этого. Но именно жена Александра II все это дело облагораживает. И делает здесь территорию порядка 40 гектаров. Ливадийский дворец. Бывшая летняя резиденция последнего царя России Николая II и его семьи в Ливадии. В 1945 году во дворце состоялась Ялтинская конференция, а сам дворец стал резиденцией Франклина Рузвельта и других членов американской делегации. Сегодня дворец является музеем, но иногда его используют для проведения международных саммитов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По мою левую руку крестовозвиженская домовая церковь семьи Романовых. Была построена она в 1863 году и здесь приносил присягу на верность Российскому престолу Николай II. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я выехал из Ялты и направляюсь в сторону Айпетой. На сайте я увидел у них, что канатная дорога с 12 ноября закрыта, а сейчас 30 ноября. Мне сказали, что ты можешь поехать на автомобиле туда, попробовать добраться наверх на машине. Интересно, что стоят указатели и написано, что Айпетри закрыта, а там какой-то пункт у ЧАЗУ, что-то такое. Типа можно доехать до туда. Ну, посмотрим сейчас, посмотрим, докуда у меня получится добраться. Очень живописная дорога. А, кстати, по времени, по времени, из Ялты мне показала по навигатору 55 минут. Буквально сказал, только вам предысторию. И сразу же доехал Учан-Су, водопад Учан-Су. Мой маршрут проходит, сейчас посмотрим. Ребята, а Учан-Су-то не простой водопад. Его высота 98,5 метров и он является самым высоким водопадом на территории Крыма. Вот такую вот я информацию упустил. Не, ну я просто не запоминаю. Блин, сложно запомнить. Учан-Су, Макан-Су, Макан-Су. Сейчас у меня, может, палки полетят, скажет. Эээ, ты изграмотный, ничего не знаешь. Короче, Учан-Су 98,5 метров. И находится он на высоте 380 метров над уровнем моря. И, значит, от Ялты всего 6 километров. Реально, ехать от центра города минут 10, ну или 15. И он находится на одной из сторон вот как раз-таки горы Айпетри, куда я еду. И сейчас здесь такие краски обалденные. Ну, конечно, ребят, сейчас этот водопад больше напоминает капель какую-то. Не водопадный сезон, скажем так. Наверное, конечно, когда период дождей, водопад бурлит своими мощными потоками. А сейчас такое себе, конечно. Ну, как бы, конечно, красиво, но ничего масштабного такого прям сверхъестественного нет. Надо приезжать сюда еще, когда будут здесь большие воды. Когда едете по таким дорогам, нужно быть очень аккуратным. Потому что мало того, что сумасшедший серпантин, а во-вторых, ширина дороги всего в полторы полосы. А машины идут и в обе стороны, понимаете. Не односторонка же. Я на месте, пойдем смотреть Айпетри. Нереально просто какая-то фантастическая дорога. Красивая еще сейчас. Такой очень красочный, насыщенный сезон. Просто все меняется. Смотрите сами в своих глазах. Айпетрии – горная вершина в Крымских горах до 1233 метров. Название Айпетри из древнегреческого переводится как «Святой Петр». Айпетрии называют местом силы, а еще здесь находятся буквально достопримечательности в достопримечательности. Сама по себе гора уже одна из них. Но и на вершине находится немало вещей, которые стоит увидеть. Айпетрии – чугунный шар диаметром в один метр, получивший пулевое ранение, геодезический знак, в котором осталась пробоина после войны. Пещера Трехглазка, получившая свое очаровательное название благодаря трем шахтам, которые являются входами в главный зал. Пещеру, которую уже 3,5 миллиона лет, также называют Ледовым дворцом, поскольку здесь даже летом температура близка к нулю. Вершина Беденекир с крымско-татарского перепелиная. Гора с тремя голыми вершинами высотой 1302 метра над уровнем моря. Здесь есть возможность покататься на лыжах. А еще лицезреть довольно интересную и где-то мистическую территорию, на которой расположены огромные белые шары. На самом деле это комплекс радиолокационной станции, которая находится под грифом «Секретно». Самая фишка еще в том, чтобы проехать и на канатке, как написано, что путь занимает 15 минут. Ну, я не знаю, на машине ехать час, но на машине тоже свой прикол, потому что дорога реально красивая, прикольная. Вы тоже видите определенные такие вот детали. Но канатка – это своя фишка. Пока она закрыта, не знаю, когда они откроются. На сайте написано, что готовятся к зимнему сезону. Все мы знаем, кто как к чему готовится. И вот возможность прокатиться на канатной дороге зависит еще от того, какие погодные условия. Сейчас все круто, но они там что-то делают. Смотрите, если вы едете на машине, вы доезжаете до верхней точки, там же, где и верхняя станция канатной дороги. Здесь же находится кафе, здесь же сувениры, здесь же продают аджику, чай, мед. Сколько стоит прокатиться на канатной дороге? 400 рублей на взрослого в одну сторону. Когда вы будете взбираться в гору и будете думать, мать его, зачем я сюда полез, то вас ждет мотивирующая надпись. Вы прошли 200 метров. Поэтому, ребята, не отчаиваемся и двигаемся дальше, потому что за вашими плечами только 200 метров. Кстати, если вам нравятся горы, то посмотрите мой предыдущий выпуск из Крыма про то, как я ездил к Долине Привидений. Там тоже очень красиво, также можно подняться наверх, и Долина Привидений, там находятся самые высокие горы, скалы в Крыму. Поворотив немного по сырым лесным тропам с грязной землей, листьями, забравшись на гору Айпетри, мы с вами сейчас отправляемся в Воронцовский дворец. Топтать этими грязными ногами королевский мрамор. Как помните в фильме «Пришельцы», когда Жан Рено и Кристиан в клавье попали в наше время и в своих грязных доспехах, тусовались по современным отелям, магазинам. Короче, мы так же делали. А вот так выглядит Алубка, собственно говоря. Здесь вот Воронцовский дворец и находится. Да, конечно, Алубка – городок грустный, я вам скажу. Воронцовский дворец – исторический дворец, расположенный у подножия Крымских гор, недалеко от города Алубка. Дворец Воронцовых является одним из старейших и самым больших зданий на полуострове и является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Южного побережья. Дворец был построен между 1828 и 1848 годами для русского князя Михаила Семеновича Воронцова с целью использовать его как свою личную летнюю резиденцию стоимостью каких-то 9 миллионов серебряных рублей. Дворец был спроектирован в соответствии со свободной интерпретацией английского стиля Ренессанса английским архитектором Эдвардом Блором. Блор спроектировал несколько зданий в Великобритании, а затем получил особую известность с помощью того, что завершил проектирование Букингемского дворца в Лондоне. Дворец и окружающий его парк часто присутствуют в советских фильмах, таких как «Обыкновенное чудо», «Небесные ласточки», «Безумные деньги» или «Женить по фигару». Если вы планируете погулять здесь, можно на дворец с парком смело кидать пару часов, потому что территория здесь в 40 гектар. Парк и дворец создавались в одно время, в первой половине XIX века, и работал над созданием парка немецкий садовод-ботаник Карл Кибах. Продолжение следует...